Девушки отдыхают Здравствуйте Ну сразу же хочу передать Анне слово Потому что Анна увидела эту новость Которая нас поразила, взволновала И мы решили пригласить На самом деле эта новость меня В некотором смысле удивила Потому что я не очень поняла вообще О чем идет речь То есть с одной стороны вроде бы говорится о том Что если у вас есть готовые проекты И идеи, приходите, мы поможем Их вам реализовать С другой стороны, я так понимаю, что Опорный ВУЗ готов в том числе И помогать в разработке идеи проектов Может быть я ошибаюсь Нет, все верно Иван Губин, давайте по порядку О чем же идет речь О каких идеях Ну начнем, наверное, с того Откуда появилось это объявление Почему мы жители призываем К такой форме диалога Не только жители, органы власти И представители компаний Есть, скажем, два параллельных процесса Которые сошлись в одной точке И вот, собственно, появился этот текст Одна из этой проблемы У нас как раз на факультете Виталия Есть дизайнерские программы подготовки И органы власти Компании Наши внутренние структурные подразделения университета Зная, что у нас есть дизайнеры Условно говоря Каждый раз, когда появляется какая-то задача Бегут ко мне Либо к Виталию Алексеевичу И ребята Надо срочно за неделю сделать Там дизайн-проект Визуализировать Дома интерната Или что-то еще Надо вот это сделать Это сделать Задач много Они сыпятся в таком неструктурированном режиме И совершенно невозможно их решать А можно я уточню Это вот архитектурных сооружений дизайн Или это все-таки и ландшафтный в том числе И ландшафтный дизайн И зоны какие-то зеленые и прочие И экстерьеры, интерьеры В общем, все Или там установка какая-то Какая-то установка Либо какой-то переходящий знак Для органов власти Либо какую-то стелу нужно спроектировать То есть даже наглядная какая-то условная агитация Даже ее дизайн можете разработать Ну да, собственно Проходит какое-то мероприятие в городе Нужно сделать рекламную продукцию Баннеры Там выставки оформить И так далее И все это неструктурировано И сильно мешает работать Потому что нужно постоянно отвлекаться Отвлекать студентов от других задач Мы решили попробовать Немножко зайти другим путем Ребята, если вы все равно что-то планируете И вы понимаете, что у вас в ближайшее время Там появится эта задача Изменить как-то свое пространство Либо разработать какую-то продукцию Которую требует именно дизайнерского сопровождения Но давайте мы заранее Вот эти все ваши запросы получим Отберем наиболее социально острые вопросы Которые действительно необходимо будет решать А мы понимаем, что у потенциального заказчика денег нет Либо еще какая-то история Выберем те задачи, которые студентам было бы интересно решать И в рамках учебного процесса Спокойно, без спешки будем их прорабатывать А то есть студенты и вуз вообще ничего не получают за это Кроме опыта, условно говоря Или все-таки есть договоренности какие-то Как правило, да Ну то есть все зависит от заказчика Если это органы власти То мы ничего кроме Спасибо Иногда и без спасибо Ну это уже совсем нехорошо Совершенно разные истории бывают Если это коммерческие структуры Ну понятно, мы поговорим о вознаграждении В зависимости от сложности задачи И готовности заказчика платить Есть обращение просто от граждан Помогите, не знаю, Дом пионеров Лавочку красивую Хотим красивую лавочку Разработайте макет лавочки Да, макет лавочки Это мы сейчас о проекте больше, чем парк говорим Ну нет Нет? Или это отдельный? Или пример Абстрактный Абстрактный, да Собственно, было желание структурировать немножко Собрать сначала эти идеи, отобрать и по ним работать Это первая задача Вторая задача У нас достаточно активно развивается сейчас такая история Внутри политех, как проектная деятельность Когда студенты разных направлений подготовки Внутри образовательных программ Решают междисциплинарные задачи Ну условно, нужно разработать электросамокат Собирают студенты разных направлений И вместе разрабатывают И вместе разрабатывают Проектируют при необходимости И при возможности финансирования Делают прототип И потом, собственно, зачет получают Ну да, собственно, да Собственно, получают зачет За этот самокат Да, и иногда получают сам самокат Вот И задачи эти придумывают Как сами студенты, так и преподаватели Появилась идея Что если спросить у жителей Бывают часто обращения Они иногда бывают сложно реализуемые Приходит изобретатель Говорит, давайте, вот у меня есть Я готов повторить эксперимент Тесла Помогите университету Разработайте установочку Зачем его повторять? Он же уже есть Ну, он же не объяснен А некоторые не описаны То есть некоторые только в историях сохранились И вообще, Володя, интересно же в конце концов Просто интересно Может там фальсифицировано И возможно, да Проверить гипотезу На которой Тесла строил свои эксперименты Есть попроще задачи То есть они разные Есть люди, которые обращаются С инженерными задачами В университет Помогите решить эту задачу Либо помогите сделать Мы решили попробовать Также структурировать эти запросы Стороны Жителей города И оценить их Ну, то есть мы возьмем Те, которые проекты Которые нам понравятся Студенты понравятся Мы попытаемся их совместно С автором идеи Либо без него Если он не захочет принимать участие Реализовать А мы можем сказать Сколько проектов вы возьмете? Нет Нет? Понятно То есть вы пока не определились Даже с порядком 10, 20, 30, 40 Там видите, какая история Мы не ограничиваем Количество студентов Искусственно на проекте То есть порядок какой Мы соберем некий банк идей От жителей От себя Там изнутри Из других институтов Нашего университета Большого От студентов Соберем их Опишем Проведем предварительный анализ На предмет Ну, насколько вообще Эта задача на самом деле Интересна Если она уже решена кем-то раньше Ну, наверное, не стоит за нее браться Зачем велосипед изобретать? Дважды Смотря какой велосипед Опять-таки на самом деле То есть если велосипед Имеет какое-то другое Функциональное содержание Либо какие-то особенности Да Они могут быть ориентированы Не знаю Ли с ограниченными возможностями здоровья Может быть Велосипед Просто как идея Или там Велосипед и электростанция Например Да То есть если у него есть Какие-то особенности Которые неплохо было бы Увидеть в материале Ну, мы этот проект Изначально передадим На рассмотрение студентов То есть мы отберем Те проекты, которые реализуемы Реализуемы в короткие сроки Реализуемы студенческими силами И ресурсно Не катастрофичные Для университета Атомную станцию мы строить не будем Да Что-то попроще Ну, почему бы и нет Вот Соберется Перечень проектов Которые мы предложим уже студентам На рассмотрение Здесь важная история Чтобы мы не заставляли студентов Делать эти проекты Да, им с ним было прикольно Вот Мне интересна задача решить Я ее буду решать Далее студенты записываются На эти проекты И, собственно, те проекты Которые студенты уже отберут На втором этапе Они пойдут в реализацию И задача студентов В течение семестра Либо, если проект сложен Двух семестров Этот проект выполнить Это может быть Финалом может быть Либо Описанная, разработанная Там 3D-модель Либо это прототип Либо уже Образец Изделия То есть финализация Может быть разная тоже Так, ну это мы говорим Про какую-то такую Вот, как мне кажется Больше ощутимую Да, вещь Ну, электросамокат Еще что-то Я так понимаю Что можно ведь И использовать Студентов Там и труд студентов Да В таких вот Ну, в разработке Идей каких-то Красивых Красивых идей Там воплощение Парка, сквера Разработка Там вы говорили Про лавочку Еще что-то Вот это то Чем могут обычные Граждане воспользоваться Условно Есть у нас Желание Поучаствовать В проекте ППМИ Ну, вот так Для примера Да, то, что Всем понятно сейчас Мы понимаем Что мы хотим Как-то благоустроить Свой двор Но мы не понимаем Как нам рассчитать Что туда нужно Нужно ли нам Какие-то конструкции Там сооружать Что нужно завести И прочее Мы обращаемся К вам за помощью Нам помогают Разрабатывать проект Грамотно просчитывают его И после этого Мы с этим проектом Уже подаем заявку Да И выходим на конкурс И побеждаем И получаем деньги На реализацию Такой вариант возможен Но Насколько он интересен Дворов Дворов много Очень много Да И Сроки Вот таких процедур Там как ППМИ Да Или комфортная городская среда Они оговорены Конкурсной документации И учебный процесс Под них подстроить сложно Это правда Да Такие задачи мы решаем Несколько иным путем Есть конкурсные процедуры Мы знаем Когда конкурс будет объявлен Люди Кто в курсе Обращаются в университет Мы как и любая Ну это собственно услуга Да Любая Заключаем договор Делаем этот проект И вот люди Выигрывают Да Ну это чисто коммерт Это уже коммерт Как правило Студентов к этим работам Не привлекаем Потому что сроки сжаты И их Вырвать из учебного процесса Сложно Берем специалистов Которые у нас также есть Собственно они проекты делают Другое дело Если Ну скажем Разработать Некую Иную конструкцию Лавочки Да Вот нет задачи Просто взять типовую лавочку Я поняла Надо чтобы студентам Было интересно Вот Ну да Задача должна быть Интересная Там пандус Какой-то универсальный Да Если наши пандусы Посмотреть У нас Я не вижу Что инвалидное кресло Там сможет проехать Да Из-за Ширины Особенностей Ширины Да Вот колясками Это точно не попадешь Это я как практик говорю Детская в смысле коляска Детская коляска Я ставлю на одно колесо Чемодан Чемодан тоже Никак Никак Не едет Формальная пауза есть Но Кто им пользуется Так у нас время Небольшой паузы подошло Напоминаем что У нас в гостях Иван Губин Директор Политехнического института Вятского госуниверситета И Виталий Лисовский Декан факультета Технологии Инжиниринга И дизайна нашего опорного вуза И говорим мы О предложениях Жителей города Области С которыми Могут они обращаться В наш опорный университет И который университет Обещает реализовать Ну при соблюдении Конечно Определенных условий Сейчас пауза Скоро вернемся Итак Вопрос В каком виде Эти предложения Будут приниматься Виталий Присоединяйтесь к нашей беседе Что нужно нести Проект Наброски какие-то Или на словах Можно сотрудникам университета Объяснить Чего хочет На пальцах показать Ну самое простое Это воспользоваться формой Которую мы Выложили на сайте На сайте университета Там очень подробный пример Мы я думаю Что будем Как бы максимально Подходить Творчески К этому делу И там Вплоть до эскиза На Салфетке Мы можем Рассмотреть И что-то предложить До рисунка на салфетке Да Да Ну как уже Иван Владимирович сказал Что самое главное Чтобы это было интересно Студентам Нам самим Вот В принципе Координаты Мы оставили То есть С нами можно Связаться Мы там есть везде И на фейсбуке И вконтакте Мы открыты Для общения То есть можно И в неформальной форме Завести Вот Эту Свою идею Я правильно понимаю Что есть ограничения По срокам Потому что В той информации Которая размещена На сайте Было написано Что заявки От жителей региона Организации Органов власти Будут приниматься До первого сентября Ну вот такая Вот такая вот Формальная вещь Нам все равно нужна Чтобы все поторопились По нашему опыту Да Потому что нам все равно На первое сентября Нам нужно представлять Все таки Сколько у нас будет И вообще будут ли Такие заявки Вот На самом деле Вот Вы только сейчас обратили А мы года полтора назад Подобное обращение Делали Приходите с идеей Мы вам поможем Их реализовать И как тогда Сложилось Вообще Ни одного человека Не было Ну Мы решили Расширить спектр Немножко коммуникационные Каналы перестроить Мы в соцсети Там забросили Не только на сайте Там висел Долго объявление И сделали еще Делаем сейчас рассылку По органам власти Уже пришел кто-то Или пока еще думает Пока тоже нет Пока думает Затихли Мне кажется Просто Лето еще Вот в этом смысле Виновата немножко Да Все таки Лето Такой мертвый период Для проектной деятельности Кто-то в отпуск уехал Там да Все таки Если это проект Не одним человеком предложен Ему там надо Например С коллегами посоветоваться А коллег половины нет Потому что все в отпусках Ну в целом Народ у нас Такой мозговитый Надо сказать Формат Коммуникации Живущий в регионе Современных Неважно Ну да Это правда Это правда Но когда человек в отпуске Ему может быть Вот честно Не очень хочется заниматься Там чем-то И вообще думать о том Что он вернется в Киров Через две недели Бывает иногда Ну чудно если все равно Эта информация будет получена Конечно Мы не разово это делаем То есть мы это в системе Будем работать Каждый семестр Будем До начала Следующего семестра Будем объявлять Сбор таких идей Предложений А то есть получается Перед первым сентября Ну вот так вот летом Да И зимой И зимой И зимой После нового года Наверное до нового года Будем объявлять Там ведь еще Там ведь еще такой момент Что мы Собираем В принципе Круглый год Просто мы Говорим Что не факт Что мы сможем Заняться Вашей вот этой работой В течение Вот этого учебного Ближайшего семестра То есть заявку То вы можете получить В любое время Просто ее отложат Пока там До того как Подкопится Определенное количество Заявок И дальше вы будете Их рассматривать А самим ребятам Самим сотрудникам Университета Чем бы хотелось заняться Ой там много Разных историй На самом деле Мы знаем Много направлений Много тем Да Преподаватели Тоже предлагают Проекты Там вот Мобильные снегоплавилки До Очень интересная Для Кирова Мне кажется Это очень актуально Сколько лет Уже говорится В нашем городе О необходимости Такого устройства Индукционное оружие Предлагали Какое Индукционное Индукционное Пушку гаусс Исключительно В мирных целях Нужно что-то делать Ну да Ну просто интересно Прикольно Давайте запилим Я говорю Ну слушай А куда А куда ее потом Ну все-таки Да не важно Нет подождите А вот эти проекты Которые будут реализованы Разработаны И реализованы Дальше Это применение Их какое Ну то есть Если человек Приходит к вам Со своей разработкой И у него уже есть цель Это понятно А если он еще не понимает Как это использовать Мы будем оценивать В том числе На коммерциализируемость То есть если это Ну не решение Какой-то узкой социальной задачи Это может быть Более широкая задача Или может быть Коммерческая Коммерческий продукт Потенциально коммерциализируемый То мы поможем И сопроводить дальше До выстраивания бизнеса Бизнес можно строить Как команда проекта Да Те люди Которые реализовывали Совместно с автором Либо автор внутри Будет находиться Так и если Условно Команда проекта Автор не хочет Заниматься коммерциализацией Бывает такой тип Людей Которым Деньги не интересны Перельман Извините Мысль я хочу Увидеть в материале Дальше Что хотите с ней делать Если в университете Найдутся те Кто в состоянии Выполнять Либо предложим К внешним инвесторам Я вспомнил Свою мечту детства Может она сумасбродная Конечно Я же гуманитарий Я же гуманитарий 220 передавать На расстояние Без проводов Давайте подумаем Ну собственно Такие порядки Розеточка беспроводная Беспроводную зарядку Даже у нас По моему Года полтора назад Предлагали уже Реализацию В принципе Механизм есть Серьезно Возможность Такая Законами физики В принципе Это можно Объяснить Подстроить под это все Слушайте Я тоже гуманитарий Я не понимаю Как это может работать Может Но электромагнитное излучение Понятно Оно же не только Проводник Проводник Вращающийся В магнитном поле Все хорошо Просто нужно создать Большое магнитное поле То есть вполне возможно Что подобный проект Тоже будет Реализован студентами Вы говорите Что помогаете Довести проекты До реализации И в случае Если возможно Коммерциализации Тоже помогаете Я правильно понимаю То есть проект После разработки И вот создание Опытного образца Его надо Как-то там Через патент Вот это вот Все зафиксировать Оформить Это изобретение И дальше уже Кто-то там выходит Например на изобретателя С предложением Купить И запустить В промышленное производство Необходимости Такой нет Но возможность Такая есть То есть вы можете Помочь На уровне и патента И поиска Инвестора Да конечно Тут же надо еще Уточнить Что университет Свою площадку Предоставляет Да Свою оборудовую Инициатор идеи Какой-то интересный Он может приходить Совместно все это видеть Трудиться Да У нас есть промышленная коворка Можно туда прийти И вместе со студентами Такая возможность Заниматься непосредственно Этой работой Да А можно про инвесторов Еще поподробнее поговорить Вы еще и приглашаете инвесторов К сотрудничеству Которые готовы Вложиться И поддержать Ну собственно Да Мы проекты Которые мы отберем Опубликуем на сайте В открытых источках информации Для того чтобы Не только Ну рядовые граждане Ну и юридические лица Могли посмотреть На эти проекты Вдруг кого-то что-то Заинтересует И будет возможность Софинансировать Эту разработку Если проект реально Интересен потенциальному Спонсору Инвестору То можно будет Материалом войти Оборудование На свои производственные площадки Специалистами Консультационные Оказывать услуги И в дальнейшем Совместно коммерциализировать Либо без нас Либо Либо с авторами Ну а патентные Что касается Патентного поиска Анализа патентопригодности Есть такое требование У нас есть патентный отдел В университете Который эту работу Может помочь Выполнить Если речь будет идти Именно о Получении патента Российского Либо международного уровня То здесь нужно будет Обсуждать Чьи расходы Потому что это оплачивается Это затратно Да И на каких условиях Ну возможность есть Но поверьте Далеко не все проекты Будут патентопригодны Я сейчас вспоминаю Наши эферы У нас их было несколько За последнее время С учеными С сотрудниками Нашего опорного университета По поводу изобретений Ты помнишь Мы говорили в этой студии Про Дай бог поймите Водоотталкивающее Какое-то покрытие Которое не дает Наледи скапливаться Снегу на крыше Есть ведь такое Да Как проект развивается Кстати Вот сейчас пытаюсь вспомнить Прямо там ведь Готовый образец Уже этого покрытия Практически Насколько сейчас понимаю Идет освоение То есть разработка Промышленной технологии Научная база готова Идет процесс Разработки технологии Которые можно Запускать в массовое производство Я почему привожу пример Для того чтобы Люди понимали тоже О каких собственно Может быть идеях Идти речь В том числе и это Которые имеют Практическое применение Прикладное В нашей жизни В нашей жизни Мы почему надеемся Что какие-то идеи Все-таки от людей Появятся Мысли Потому что Особенность менталитета Русского Это видеть проблемы У нас критичное мышление Мы Видим ошибки других Особенно хорошо Свои меньше видим Но других видим Четко И Где-то их систематизируем Понимаем что Эта проблема Не только моя Чья-то еще А вот как Собственно А вот как решать Вот это уже Это уже проблема Действительно Итак Еще раз Здесь задача Не собрать Какие-то готовые проекты А в том числе Проблемы От людей Которые можно описать Которые могут быть решены С точки зрения Инженерной мысли Вот Не обязательно иметь Готовое решение Вы можете иметь вопрос И с этим вопросом приходить Теперь давайте Все-таки людям Поясним Каким образом И куда Они могут Обратиться Понятно Социальные сети На сайте Есть форма Где То есть она Вордовская форма Скачиваете файл Заполняете по примеру Там есть два примера Для инженерного проекта Для дизайнерского проекта Они достаточно подробные Если вы все поля заполнили Не можете ничего страшного То есть А если вот Если на уровне вопроса Или идеи Как эту форму заполнять То есть там Ты просто пишешь То есть наименование проекта Ну как-то обзовите И можете как-то описать Если вы имеете Ну фотографию какую-то Можете к письму Просто фотографию прикрепить На салфетке Если искал Нам набросал Сфотографированный телефон Да прикрепи файл Понятно И? И отправка на мейл Он указан Ваш адрес я смотрю Да Я пока соберусь Мне интересно Любопытно посмотреть Если будет канал Я его перенаправлю Я правильно понимаю Что контактного телефона Вы не даете Нет Потому что изобретатели Это такие люди Они вас замучают Звонками просто Да У нас нет Колл-службы Специализированной Мы сами выступаем Этими операторами Поэтому пишите Как можно более подробно Заявку Указывайте ваши Контактные данные Если возникают вопросы Можно же написать И на мейл И на фейсбуке Меня найти Вконтакте Мне принципиально Я в оффлайновом режиме Спокойно дам Пояснение Комментарии Либо перенаправлю Кому-то из специалистов Кто уже более детально Сможет ответить На специализированный вопрос И все это нужно сделать До первого сентября Ну то есть мы уже Проговаривали Что можно и дальше Но если вы хотите Чтобы как можно Скорее Включились в работу Я предлагаю В ближайшее время Устроить в прямом эфире Сбор таких Рационализаторских Предложений А потом мы это все В госпитале дадим Володя Я прошу прощения Но это очень опасно Я тебе как человек Который по телефону Со слушателями Наверное больше всех В нашей редакции Общается Могу тебе сказать Что это опасно Изобретатели Я уже говорю Люди это такие Позвонит один изобретатель Будет тебе Половину программы Рассказывать Про свое изобретение Остальные не успеют Обидятся Ну хотя бы одно предложение Но в подробностях Опишем Потом передадим Это опасно Попробуйте Пусть изобретатели Все таки описывают По той форме Которая есть А у людей Собрать проблематику Которую бы они Хотели бы Чтобы университет Попытался решить Вот просто От обычных Изобретателям Не звоните Сразу Давайте с проблемами Которые мы передадим Изобретателям Но это не сегодня Я не шучу Мы сделаем такой Хорошо Сделаем Будем принимать Вообще Будем принимать Инициативу По поводу Каких-то изобретений Да В детстве Опять-таки Вспоминаю Вот я мечтал Например в детстве О том Чтобы пошел куда-то И взял с собой Например Маленький радиотелевизор Или радиоприемник Это было где-то В середине 90-х Это уже придумали Вот Прошло 20 лет И он у нас У каждого и есть уже Представляете Вот Опять-таки Для примера Ну слушайте Ну вот идея Которая была В сериале Нашего детства Реализована Ее нет до сих пор Это вот Милофон Можно разработать Я напоминаю Тем, кто не смотрел Гости из будущего Советский прекрасный сериал Это прибор Который читает Чужие мысли Ну на самом деле В том или ином виде Он реализован Есть сейчас Нейроинтерфейсы Которые позволяют Управлять Другими устройствами Силой мысли Как это принято Говорить Да То есть Частично Это уже реализовано Частично Пока это не читается Другим человеком Но читается Машиной Ну у нас на самом деле На самом деле 66 лет Еще есть До 80 По-моему 2084 Кажется Там был год Есть еще время В общем Хорошо Что именно в это Русло Мы именно на этой ноте Будем заканчивать Наше общение Я к тому Что уважаемые слушатели Не стесняйтесь Вот все свои мечты Сокровенные Да О чем-то вы мечтали В том числе в детстве Вот пожалуйста Высказывайте Сотрудникам университета Вдруг Да Реализуют вашу мечту Нет ничего невозможного Верьте Прогресс Прогресс движется Неумолимо Спасибо Иван Губин Директор политехнического Института Вятского госуниверситета И Виталий Лисовский Декан факультета Технологии Инжиниринга И дизайна Нашего опорного вуза Мы прощаемся С нашими гостями Сейчас реклама И после нее Будет рубрика Наша говорит Киров Которую мы готовим Совместно с администрацией Города Кирова И она будет выходить В записи Я пообщался С Александром Сидельниковым Начальником управления Развития предпринимательства И потребительского рынка Администрации Нашего города На какую тему И мы поговорили О правилах уличной торговли Еще раз решили напомнить Где Это актуально на самом деле Это очень актуально Потому что садово-огородный сезон Уже вошел в фазу Сбора урожая Да Ну и забегая Немножко вперед Скажу что Администрация Жестко настроена По отношению Вот к таким уличным торговцам И О конкретных мерах Уже вот слушайте Буквально через полторы минуты Говорит Киров Добрый день В эфире рубрика Говорит Киров Меня зовут Владимир Сметанин Напомню что Эта рубрика Готовится совместно С администрацией Нашего города И представители Администрации Начальника управления Развития предпринимательства И потребительского рынка Администрации города Кирова Александра Сидельникова Я приветствую в нашей студии Александр Алексеевич Добрый день Добрый день Лето в самом разгаре И Понятное дело Что многочисленные садоводы И огородники Стремятся Ну часть конечно Да Этих людей Стремятся Продать свою продукцию На улицах нашего города Все мы прекрасно это видим Кому-то это нравится Кто-то подходит Покупает Кому-то категорически Это не нравится И считают люди Что это портит Облик нашего города Но я знаю Что позиция в администрации На этот счет Жесткая Все это Воспринимается Как несанкционированной Незаконной торговлей Так ведь? Да Давайте сегодня Вот в этой 10 минутки В этой программе Мы напомним еще раз Жителя нашего города О правилах Где можно Осуществлять Такую торговлю Где нельзя И какая ответственность Грозит за эти вещи Итак правила Что нам говорят На этот счет Правила внешнего благоустройства В городе Кирееве Разработаны Существуют Правила внешнего благоустройства Где четко прописано Что любая торговля С рук Либо на улицах города Запрещена Исключения только составляют Именно ярмарки выходного дня Периодичные ярмарки Которые утверждаются Постановлением администрации города То есть эти исключения Мы именно своим постановлением вносим Естественно мы проводим маркетинговую работу И понимаем целесообразность Для чего это нужно И разрешаем своими постановлениями И к тому же это контролируемо Внешний вид Порядок Ведь вы поймите Основной бич Несанкционированной торговли Это мусор Эти ящики И я уже не говорю Про нарушение санитарных правил Само собой разумеющиеся В основном Это именно нарушение правил благоустройства То есть мусор и беспорядок Поэтому Мы Отслеживаем Нарушения эти Пресекаем их И сотрудники моего управления И я Ведем разъяснительную работу Что не нужно Вот сразу хотелось бы обратиться К жителям и гостям города Пожалуйста не покупайте продукцию С рук Она непонятного качества Не проверена Без сертификатов Вот скоро начнутся бахчевые развалы Непонятно где взяли Эти дыни и арбузы Вы подвергаете Своё здоровье Большому риску Поподробнее пожалуйста Расскажите Как вот ведётся Контролирующая Контрольная работа В отношении этих продавцов Кто непосредственно выходит Как общение происходит Инспекторы Терруправлений Да в том числе Этим занимаются Это было возложено На территориальное управление По городу У нас 4 района Сейчас Для координации И централизации Этих функций Создаётся управление Административно-технического И муниципального контроля Понятно что город большой И функций возложено На территориальное управление Большое количество И именно контролировать Централизовано С чётким пониманием Где происходит Это нарушение Сейчас будет у нас Вновь созданное управление Сейчас мы с ним Ну скажем так Пытаемся объяснить Потому что потребительский рынок Мониторит и понимает Где у нас в основном Да мы знаем все эти места Несанционированной торговли Где происходят эти нарушения Будем принимать Ну как правило это Массовые да такие Места где Поток людей Проходящих большой В общем там эти торговцы Появляются Да естественно Где так называемый Трафик прохода людей Увеличен Там и как раз Организовывается Стихийная торговля К тому же Всегда поражает Что есть специально Отведённые площадки Для торговли Как центральный рынок Филиал его Октябрьский Там сытный двор Ярмарки Но люди Именно выходят на тротуар Они заходят на ту площадку Где есть все условия Прилавки Все таки И лаборатории Различные Пожалуйста Торгуйте И к сожалению Эти места Для садоводов Например на центральном рынке Мы у входа С улицы Милицейской Справа от центрального рынка Сделали ярмарку Как раз Для наших садоводов По-моему Около трёх десятков мест Да Да Естественно Там социальные цены Сделали ещё Внутри На улице Свободы Мы уже не первый раз Это делаем Специально выставили Прилавки Но к сожалению Садоводы Не желают там Располагаться Предлагали им Даже В продуктовом Павильоне Ну говорят Там Не совсем Нас устраивают Условия Опять же Малая проходимость Что ли Хотя там Приличная проходимость Поэтому Предлагаем Различные варианты Не всегда Это способствует Поэтому Именно сейчас Пока инспекторская Служба Терруправлений А в дальнейшем Управление Административно-технического Контроля Будут принимать Меры По искоренению Несанкционированной Торговли Ну поподробнее Пожалуйста То есть Более какие-то Широкие полномочия Будут У этого управления Более Часто Они будут Сходить Инспектировать Наблюдать Еще какие-то У них возможности Появятся Хорошо Давайте поймем Функционал То есть Администрация Города В рамках Именно правил По благоустройству Может Скажем так Выписать Либо наказать Административным штрафом Это от трех До пяти тысяч Непосредственно На торговцу Который Стоит С этим товаром Но здесь Нам нужны Конечно Органы полиции Потому что Не всегда Нам удается Идентифицировать Личность Нарушителя То есть Стоит Торгует Житель А может И приезжий Какой-то человек Вот вы понимаете Я как-то подошел Там на перекресток Где-то Санкционировано Стоят пять ящичков Крупной Отборной Клубники Я говорю Она ведь не садовая Нет не садовая Она из теплицы По-моему От какого-то Смоломышского Либо Светско-Полянского района Я говорю Так иди торгуй на рынке Почему ты здесь Бесплатно Ну какой секрет Тут чего Все равно За услуги Там рынка Либо Хоть и социальная цена Поэтому В принципе Всю продукцию Не выращенную В наших садах Ее видно Вот Поэтому Какая-то она Подозрительно Неместная Да Поэтому службы Будут Пресекать Эту торговлю У нас С полицией Составлено Соглашение Мы Их привлекаем Органы полиции Без них Нам очень сложно Когда В полной мере Заработает управление Вот как раз По части Контроля За продавцами Уличными Новое управление Да Новое управление Постановление Это уже главой администрации Подписано Сейчас все уже Скажем так Отрабатываются Последние штрихи В функционале Подыскивается место Я думаю В ближайшие дни Управление Полностью Уже Возьмет все функции Муниципального контроля Тут ведь И твердые Бытовые отходы И у нас Несанкционированные Свалки Очень много нарушений Широкий спектр Проблем Которые нужно отслеживать Поэтому Ведь вот скоро Опять же Бахчевые развалы Появятся И вот здесь Опять проблема В бахчевых развалах Я допустим Мы предпринимателям Доводим информацию Если ты На поддонах Организованно Какой-то сеточкой Красивой Обнесешь Свою территорию Уже минимальное Что у тебя будет Вменяемый продавец С бейджей В униформе У тебя будет Выверенные весы Мы тебе разрешим Ну не сказать Что в центре города На очень удобных Площадках Они сейчас определены Но ни один Предприниматель Еще не Подошел И не сказал Я хотел бы Сделать это Цивилизованно Не знаю Почему такой подход Привезти фуру С арбузами Вывалить ее В грязь Быстрее продать Ну не знаю Вот какая-то Сиюминутная Прибыль Мы готовы Пойти навстречу Рассмотреть С начальниками Терруправлений Именно те площадки Которые были бы Более удобны Для продажи Но Должны быть Цивилизованы Соблюдения Правил торговли Запросы От предпринимателей Вы на это Не видите Да На цивилизованные Такие Рамки работы Да К сожалению К сожалению Нет Почему-то нет И из года в год И из года в год Так повторяется Тем не менее Площадки у нас Определены Практически Во всех районах города По продаже Бахчевых Культур Мы ждем заявок Вот сейчас У нас происходит Период Продажи Ягод С 15 июня По 15 августа Также Вообще Сезонная Вся сезонная Торговля Давайте понимать То есть У нас есть сезонная Именно это Продажа мороженого Безалкогольных Напитков Ягод Бахчевых У нас все эти места Определены В городе Они сведены В одну схему Размещения Нестационарных Сезонных Объектов Определены Сроки И здесь Естественно Мы берем Плату в бюджет За пользование Этими местами Но тем не менее Мы контролируем Вы наверное Можете заметить Что По продаже Мороженого Сейчас более Цивилизованные Киоски Появляются Раньше Если в каких-то Непонятных Симпатичные Такие Да И предприниматели Начинают уже соревноваться Приходят к нам И говорят И показывают Картинки Когда убеждают А можно ли нам Разместиться Работают на бренд Еще Собственно Который продает Конечно Такой позитивный Настрой У предпринимателей Которые хотят Современно Уже свою услугу Потребителям Приносить Он существует Ну и опять же Называю это Современный бизнес Который В ногу Со временем Идет Либо Это бизнес Ставший где-то Мировоззрением Социализма Это что-то Лотковое На земле На газетах Не знаю На клеенке Ну Такого В городе У нас не будет Будем искоренять В общем И цель Работы Нового управления На сумму На сумму 174 тысячи Рублей Это все В бюджет города Поступление Это в бюджет города Только нарушение Правил торговли По сравнению С прошлыми годами Эта цифра Примерно на одном уровне Уменьшается Нет Цифра Увеличивается Нет Где-то Примерно на одном уровне Примерно на одном уровне То есть Больших скачков нет Потому что Это такая планомерная работа Она ведется И К сожалению И люди Не меняют свое мировоззрение Как правило Вот мы Да Немножко уделили внимание Предпринимателям Что заявки Вот уже принимаются Торговли Где можно получить Всю информацию На сайте городской администрации Да На сайте городской администрации Размещен весь этот график В нашем управлении В отделе потребительского рынка Телефон 76-00-62 76-00-53 Это специалисты отдела потребительского рынка Мы дадим исчерпывающую информацию Ну и в каждом территориальном управлении Есть специалисты Которые работают Со схемой Стационарных Нестационарных торговых объектов Круглогодичного использования И нестационарных Все равно места Для торговли Нам предлагают теруправления И они же заключают договоры На размещение Для торговли Поэтому они тоже владеют специалисты Но по всю координацию По городу Разработки регламентов Правил Делают специалисты Нашего управления Спасибо Александр Сидельников Начальник управления Развития предпринимательства И потребительского рынка Администрации города Кирова Всего доброго Спасибо Говорит Киров Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok